Ну, идёмте дальше. Мне кажется, что лучше идти уже по этой стороне, потому что вдруг что-нибудь ещё найдётся. Да. Смотрите, в этом доме с 1858 по 1860 год жилый лидер, русский писатель Иван Сальдеевич, Турденев. Прада. Прада, теперь же не актуальна. Ну, тут, наверное, что-то ещё осталось. Так. Вот эти подъезды я не знаю, как сюда зайти. Везде кодовые замки. Такие красивые ворота. Вот, смотрите. Я не буду уж во все подворотни заходить, потому что, кстати, такие своды здесь тоже красивые. Смотрите. Вот. Но не буду я заходить во все подворотни. Так, мы сейчас с вами выйдем на Невский. Немножечко по нему пройдём. И пойдём в дом. Зингер. Вот, тут тоже ворота. Вот, тут прям можно идти и заходить в каждый дом. Просто супер. Посмотрите. Пожалуйста. Это ТФС-Атвояж. Вот он, САтвояж. Классный. Беременные шпионки. А, ТФС-Атвояж беременной шпионки. Привит и проглистован. Ну, уже понятно, что там классно. Вон, дверь какие красивые. Ну, туда хрен зайдёшь. Так. Да, в Питере теперь у меня новый бзик. Это ворота. Ворота, ворота, ворота. Так. Здесь тоже пегасик. Сейчас мы на ту сторону перейдём. Пегасик. Оп, оп, оп. Вот. Смотрите. Тут солнце на этой стороне. Плохая была идея на эту сторону перейти. Да. Смотрите, какой дом красивый. Это бывший доходный дом Мельцера на обошёт Канюшины. Здание известно не только тем, что оно связано с семьёй известного петербургского архитектора и художника Мельцера, но и тем, что его устроил знаменитый мастер стиля модерн Лидваль. Бывший доходный дом расположен на пересечении Большой Канюшины, улицы и Волынского переулка. В первой половине XIX века на этом участке находились производственные мастерские и особняк Тура, владельцы мебельной фабрики. Позже эти строения перешли к купцу первой гильдии Штанги. К концу XIX столетия само производство и участок на Большой Канюшины становятся собственностью мебельной компанией Мельцер и компания. Совладельцем этой семейной фирмы был упомянут именой выше Роман Фёдорович Мельцер. Мастер известен своими петербургскими строениями, особняками Нобеля, Кочубея и дворец великого князя Михаила Александровича. Родственники Мельцера заказали возведение доходного дома на этой территории из отчиму Лидвалю. В работах участвовали также архитектор Беляев и гражданский инженер Бониди. Стратительство здания велось в 1904-1905 годах. Пятиэтажный дом выполнен в популярном тогда стиле модерн. Первые этажи занимали коммерческие зоны, выше располагались квартиры и в доме было всего 28 жилых помещений. И в течение некоторого времени некоторые здания на вашей конюшене выгляделы несколько иначе. Но потом была утрачена верхняя часть купола над Эркером. Её восстановили в 2008 году. Так. Помогу мы думали, что это... Так вот. Так вот по большой конюшене гуляем. Сейчас дойдём до Невского. Вы знаете, должна сказать, что... Вот я сейчас ходила, да, вот по подъезду там, по парадной точнее, потому что на улицу, и шли, ну, несколько там групп людей, и все между собой обсуждают. Так, давайте пойдём по дворам. А давайте так пойдём там, где можно свободно зайти. А вот сейчас я вам покажу и поворачиваю тоже туда, к дому, с Лепцова. Ну, то есть люди... Я потому, что люди ходят сейчас, как и я, теперь уже тоже смотрят вот такие вот места. Тут пышечки. Пышки. Такая очередь здесь всегда. Пышки, да. Дом, кстати, красивый. Я потом подпишу. Всё потом подпишу. Красивая отъезда. Туда тоже, что ли, можно зайти? Да? Да. Ладно, может быть, и зайду потом. Я же не буду скакать, бегать по всем подъездам. Я просто гуляю спокойно. Наслаждаюсь Питером, Санкт-Петербургом. Санкт-Петербуржцы не любят, когда их город называют Питером. Тебя решетка тут красивая над этим, над входом. Не знаю, старая, наверное, современная. Не знаю. Так, надо перейти туда уже, на ту сторону. Так, здесь вот сейчас ещё будет большая морская. Там тоже есть красивые парадные. Ну, сейчас посмотрим, куда пойду. Ужас. Сколько их тут. Вот такой индусик. Сейчас нарячник, как бы лимончик стоит. Так. Погода прям распогодилась. Хорошо так. Классно. Так, сейчас мы с вами пойдём в дом Синдер. Это, вроде как, открытие сезона сегодня. Вот эти гонщики все ездят целый день по городу. Ну, как же, без Казанского собора никак. Проходим мимо Казанского собора. Мой любимый собор Петербурга. Уже запустили фонтаны. Классно. По-моему, тут целый день ездят. По-моему, тут целый день ездят. Здесь вот такая пешеходная тоже часть. Вот они опять едут. Опять они едут. Я посмотрю, что за такой мото-забег, мото-пробег. Так, а мы с вами подходим к дому Синдера. Спасибо. 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 Они не заканчиваются. Ну, давайте. Давайте я вам сейчас покажу дом Синдера. Я там, кстати, ни разу не была. Ну, дом Синдера я вам, конечно же, покажу уже в следующем видео. А на сегодня это все. Я буду с вами прощаться. И в следующем видео мы с вами обязательно посетим дом Синдера. Узнаем его историю. Я надеюсь, вам будет интересно. И дальше пойдем гулять по Санкт-Петербургу. А на сегодня до свидания. До встречи. Всем всего самого доброго. Будьте здоровы обязательно. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем добра, здоровья и благополучия. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok